новое обращение к армянскому народу через день у вас будет особый день придуманы для вас история придуманы для вас геноцид и вы будете его отмечать и не знаю почему в эти сказки вы пока верите но я думаю что есть разумные люди которые в конце концов придут к этому выводу что никакого геноцида не было это просто придуманная история для вас это придуманная сказка для вас я надеюсь что вы когда-нибудь все это поймете на сегодня я не хочу об этом говорить все равно вам доказать это сегодня невозможно вы пока живете под эйфорией всего этого всей этой сказки к сожалению но я надеюсь что молодежь армянская молодежь придет к этому в конце концов поверит в то что на самом деле было в истории и какая-то телеграмма не может быть фактом того что убили сколько-то миллионов армян это нереально придуманная для вас опять таки придуманная история ваш премьер-министр заявил что карабахский вопрос должен решить армянский народ этот пошинян не поша а именно поша нян по моему издевается над всем армянским народом и над вами то молодежи тоже и с карабахцами во первых как это может быть что армянский народ должен решить эту проблему народ для того чтобы решить проблему выбирает для себя руководителей да он уже понял что то что он наговорил улицах на площади эту же нереально эффект не дает он чудак и не разбирается в дипломатии он не смог даже нормально вести переговоры и пришел к вам с пустыми руками и в конце концов сказал это должен решить армянский народ да на самом деле армянский народ должен решить эту проблему но по другому варианту война то что заявил ваш министр обороны дегенерат который ничего не понимает военных делах война не приведет ни к чему для вас опять будут умирать юные люди молодежь а ваши идеологи будут смотреть на все это трагедию вы будете плакать кровью будут вас обманывать что вы победители а на самом деле 30 лет уже вы не победители вы можете армянское государство с помощью россии или не знаю какого каких-то сил занять какие-то территории но это не победа чего вы добились экономической точки зрения социальной точкой зрения вы же нормально не живете зачем все этого хороший вопрос и этот пушинья ваш премьер-министр уже не знает что заявить и заявил такое вот дурное я не знаю дурацкое что-нибудь другое невозможно было придумать я не говорю чтобы вы поменяли его но давно пора его менять чтобы пришел к власти нормальный человек и начал переговоры с азербайджаном и решили проблему карабаха карабахцы карабахские армяне они граждане азербайджана и азербайджанский народ несмотря на то что произошло готов идти на уступки и дать автономию для карабаха и естественно дальше пойдет другие отношения вы знаете какие экономические социальные эффекты будет после всего этого и не только с азербайджаном у вас отношения нормализуется из турции тоже это ваш сосед надо забыть всю эту легенду про геноцида армян жить сегодняшней жизнью человек один раз приходит в мир и по моему вы имеете право хотя бы нормально жить особенно молодежь армении я думаю что вы разумно все это воспримите то что я сказал я готов на переговоры с вами можем сделать обсуждение если есть какие-то вопросы но пожалуйста только без демагогии только без так скажем легенд про вашу историю древность так далее это все вы знаете никому не интересно интересно должно быть ваша жизнь в которой вот только вот вы живете в данный момент что было до этого вам то как какое имеет значение если вы живете ненормально а вы же можете жить нормально как вы думаете как человек вот вы имеете на это право да имеете право а зачем какой-то политик какой-то я не знаю шизофреник отнимает это право у вас вы подумайте над этим вам стоит жить нормально человеческой жизнью завтра вы пойдете на Поберт естественно по той легенде которую придумали естественно получите телеграммы а это все сказки и как вам сказать игрушки для вас чтобы вы терпели вот эту жизнь которую по-моему я так думаю что вы недостойны я жил в Ереване я вас всех отлично знаю у вас отняли все 30 лет это большой срок вашу жизнь отняли эти политики подумайте о себе ненависть ни к чему не приведет и когда завтра вы пойдете на цена Габерт еще раз подумайте над теми словами которые я вам сказал просто как человек а не человек который заражен идеями милитаризма враньем или так далее сегодня кратко с вами общаюсь так как думаю что тема довольно таки острая и больше говорить на эту тему не стоит а стоит вам подумать а я готов общаться с молодежью с нормальной молодежью молодежи с нормальными людьми с интеллигенцией которые не верят во все эти сказки и принимают то что они оккупировали территорию Азербайджана они устроили резню Карабахи Ходжалы и это было большой ошибкой другого варианта у вас просто нету подумайте над этим как лаз и это лаз и и Продолжение следует...